Давным-давно Светлые сны приснили Так, а вот и рыбы. Какие тут виды относятся к редким? Сейчас посмотрим. Привет, мальчики и демочки! Здравствуйте, магистр! Здравствуйте, ребята! Добрый вечер, Аня! Ну и ну, вас же никто не составляет! А вы до сих пор за книгами! Магистр Сова, вы же и так умная! Вот зачем вам читать? Еще и записываете что-то! Как это зачем? Учиться никогда не вредно, а тем более книжки читать! Ну да, а что читаете? Может и нам с ребятами интересно будет? О, это очень страшная книга! Красная! Да? А почему? Ушастик, что ли? Можно и так сказать. Только страшная она для нас, для животных. Очень страшная, ребята, если какой-то зверь или птица попадает сюда. Не пугайте меня, совушка Сова, а что случится? Ребята, это называется Красная книга. В нее вписывают тех животных, которых на земле осталось совсем мало. Я читаю Красную книгу Приднестровья. А вообще, в каждой стране есть такая книга. Магистр Сова, а почему этих животных стало мало? Что с ними случилось? Со всеми по-разному. Какие-то исчезают, потому что им стало нечего есть. Другие, потому что люди разорили их дом. А те, чей дом реки и озера, исчезают из-за грязной воды. Да, правда страшно. А что же делать, чтобы эти животные не исчезали? Может, как-то наколдовать их побольше? Ох, дорогая, если бы я только могла, я бы сделала это непременно. Но, к сожалению, это невозможно. А кто тогда может нам помочь? Вы, люди, только вы можете быть внимательнее к нам, животным и птицам, насековым и растениям. Вы должны вспомнить, что тоже являетесь честью природы. Если взрослые перестанут загрязнять окружающую среду, то природа сама восстановится. И не нужно будет никого спасать. И не будет никаких красных нег. А я вот всегда помогаю животным. Кормлю их. А еще мы в школе сделаем скворечники. Весной сажаем деревья. Это же правильно, да? Умница, конечно, правильно. Только еще важнее не мусорить. А взрослым детки могут рассказать, как животные и растения страдают от того, что фабрики и заводы портят воздух, воду и землю, на которой мы живем. Магистр Сова, а какие животные и растения входят в нашу красную книгу? А то вдруг я кого-то из них встречу, и не буду знать, что это редкий вид. Ну, вот здесь написано, что в Приднестровье вымирающих видов около ста штук. Ничего себе, как много! Да. В нашу Приднестровскую книгу занесены Богомол, розовый пеликант, серая утка, тритон, черный аист, лесная куница и еще много других животных. А из растений воровинок, грибы-зонтик, колокольчик, белая кувшинка и подснежник. Вообще, перечислить можно очень долго. Ты вот лучше сама вот. Посмотри и прочитай. Ой, а я только что вспомнила, как весной продавали подснежники. Но если это редкий вид, то это же нельзя! Да, ты права. Поэтому, ребята, даже если вы увидели, что кто-то продает редкие виды растений, ни за что их не покупайте. И родителям скажите. А если никто не будет покупать, то и рвать их будет незачем. Точно! Можно же пойти со взрослыми в лес и там полюбоваться на то, как они растут. Правильно. А эта красная книга создана для того, чтобы мы знали этих животных и бережнее к ним относились. Ну что, пора мультик смотреть. Да, тут и правда очень много животных и растений. Больше никогда не будут с деревьев или кустов просто так листики срывать. А то вдруг еще и они в красную книгу попадут. Правильно. Природу нужно беречь. Ребята, давайте пообещаем нашей лесной жительнице, что никогда не будем портить цветы, деревья, кусты. И животных обижать тоже не будем. И мусорить. Ладно, только честно. Я тоже обещаю. Ну а теперь пора заканчивать нашу передачу. Пока-пока, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Цветные сны Редактор субтитров А.Семкин